Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Интервью» в студии Ирины Беляковой. Сегодня у нас на видеосвязи Ольга Мурзак, заместитель главы администрации Сергея Посадского городского округа. Ольга Юрьевна курирует вопросы имущественных и земельных отношений, поэтому сегодня наш разговор, скорее всего, будет интересен и важен предпринимателям, которые сегодня, наверное, оказались в непростой жизненной ситуации. Что хочу сказать, что ситуация вообще с коронавирусом подорвала и изменила нашу жизнь, а особенно подорвала экономику. Представители малого и среднего бизнеса сегодня вынуждены где-то закрываться, где-то как-то терпеть вот эти, ждать вот эти условия, которые сложились, и не работать. У многих обязательства перед коллективом, это тоже очень всегда болезненно и чувствительно. И поэтому мы сегодня спрашиваем наших чиновников, наших руководителей, какие меры поддержки сегодня выполняются в части имущественных и земельных отношений. Чем могут наши власти сегодня поддержать предпринимателей? Ольга Юрьевна, здравствуйте, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Ага. Итак, первое, на что же могут рассчитывать сегодня предприниматели, которые, возможно, пользуются муниципальной арендой, да, муниципальным имуществом и муниципальными землями? На сегодняшний день постановлением правительства Российской Федерации уже утвержден перечень отраслей российской экономики, которая в наибольшей степени пострадала. И вот этот перечень, он позволяет органу местного самоуправления, региональному органу власти согласовать некие льготы, которые, и установить льготы, которые помогут нашим предпринимателям продержаться в такое непростое время. В частности, например, Московская область своим постановлением уже утвердила конкретный порядок и условия предоставления льготы в отношении земельных участков неразграниченной гособственности, арендованных земельных участков неразграниченной гособственности, арендованного имущества, находящегося в собственности Московской области. И на основании этого документа на текущий момент разрабатывается нормативно-правовой акт, соответственно, который будет действовать в нашем округе. Если говорить вкратце, то предприниматели могут рассчитывать на предоставление отсрочки по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Данный документ уже разрабатывается, он проходит правовую экспертизу и в ближайшее время предприниматели смогут воспользоваться этой льготой. А вот что сейчас конкретно нужно делать тем предпринимателям, чтобы получить эти льготы? Надо собирать какой-то пакет документов или как-то предоставлять то, что есть в наличии и так далее? Какие действия совершают? На сегодняшний день предприниматели, которые, например, уверены, что они подпадут под ту категорию, которым предоставляется отсрочка, либо вовсе у них нет такой уверенности и они не знают, какими критериями руководствоваться, им достаточно просто написать обращение, то есть подать заявление в администрацию городского округа. Либо это делается путем направления заявления на адрес электронной почты, либо есть очень хороший функционал на сайте mosrec.ru. Там в поисковике необходимо указать отсрочку, и сразу первая услуга, которая появляется, это как раз услуга по предоставлению отсрочки в рамках арендных платежей. Я сама попробовала заполнить эту форму, это очень удобная и простая форма, достаточно указать реквизиты договора аренды, достаточно указать свои реквизиты и, соответственно, эту форму направить. Дальше ожидать. Что дальше делает орган местного самоуправления? Рассматривает уведомления, оценивает критерии, по критериям подходит предприниматель под установление отсрочки, либо не подходит, и, соответственно, направляет уведомления арендатору о возможности или невозможности применения данного года. Что касается подачи заявления, если в администрацию, это как можно сделать? Это дистанционно, да? Это можно сделать дистанционно, это можно сделать, во-первых, каждый арендатор, который арендует муниципальные имущества или земельный участок, он хотя бы единожды обращался в администрацию и знает специалистов, с которыми он работал. То есть на сайте администрации есть телефоны управления муниципальной собственностью и управления землепользования, куда можно позвонить, обратиться и подскажут, каким способом можно подать заявление. Ольга, если говорить вообще в целом о том, кто имеет право на вот эту поддержку, вот кого бы вы выделили в первую очередь и вообще какие категории предпринимателей сюда входят? На эту поддержку имеют право те предприниматели, которые осуществляли свою деятельность в рамках, например, гостиничного бизнеса, общественного питания. Более подробно каждый может посмотреть ту или иную сферу деятельности в постановлении правительства Российской Федерации. Все-таки все основываются на этом документе. 3 апреля 2020 года номер 434. Там поименован конкретный перечень всех указанных видов деятельности. Совсем недавно нам на студию был звонок о том, что предприниматель арендует помещение, но у другого частного лица. И сейчас в связи с такой тяжелой сложившейся экономической ситуацией, этот предприниматель просит другого, наверное, предпринимателя, потому что тоже человек, наверное, зарабатывает именно таким способом, снизить вот эту ставку арендную. Но народ не идет друг к другу, видимо, на уступки. Как быть в этой ситуации? Есть ли какой-то совет жизненный? Что делать? Или это исключительно человеческие взаимоотношения? Здесь, с одной стороны, человеческие взаимоотношения. С другой стороны, ведь, насколько мне известно, на сегодняшний день ведется разработка нормативно-правовых актов. Возможно, они уже утверждены. Которые предусматривают льготное налогообложение для тех частных лиц, которые имеют в собственности объекты недвижимого имущества и сдают их в аренду. То есть, при условии, что лицо предоставило льготу своему арендатору по уплате арендной платы, он по, опять же, взаимосвязи с некими критериями может рассчитывать на поддержку государства. Уважаемые зрители, сегодня у нас на видеосвязи была Ольга Мурзак, заместитель главы Сергеево-Пасадского городского округа, который курирует вопросы имущественных и земельных отношений. Мы, конечно, говорили о поддержке малого и среднего бизнеса именно в части этих вопросов. Имущество, муниципального имущества и муниципальной земли. Всего вам доброго. До свидания.